Всем привет, ребят! Это хоть и ролик для YouTube, но это для тех, кто следит за мной в Instagram, потому что в Instagram я сейчас пытаюсь похудеть, ну, как бы я пытаюсь похудеть в жизни, но показывает то, что я ем в Instagram. И я почти каждый день, почти каждый день кушаю, то на завтрак, то на обед стейк. И сейчас хочу вам показать, как он просто-напросто маринуется. Мы его жарим на гриле, на гриле все классно, лишняя жидкость сходит, стейк получается прожаренный за 5 минут, то есть очень-очень быстро. Я вообще перчатками не пользуюсь, но просто сейчас нам ехать на Балаклею у нас там встреча, поэтому, чтобы руки не воняли, я одену перчатки, они мне малы, это мариныны, но так будет лучше. Вот так, свинины сейчас именно для стейков у нас нету, поэтому, да, ребят, у нас полный морозильный ларь, видно? Полный морозильный ларь всяких отходов от свиней, то, что от продажи остается. Но вот именно на стейк, такой, который можно кушать, мне сейчас при похудении нету. Что я вам хочу сказать про те стейки, которые с покупного мяса. Вот научились люди на рынке продавать кости, понимаете, по цене мяса, притом дорогого. Это подборок, или как он сказал, это здесь ошейек, а здесь дальше карбонат, или как его там называют. То есть, ну вот кусок карбоната мы взяли, смотрите. Мне нужна салфетка вот, дашь? Да. Дай, пожалуйста. Смотрите, это карбонат, а это подборок. Это так он сказал, если я все правильно запомнил. Здесь более жирный кусочек мяса, а здесь более сухой. И они и на том, и на том умудрились оставить чуть-чуть кости от позвоночника, понимаете? То есть, вот так, клади. Вот здесь сейчас мне нужно вырезать. Вот, понимаете, кость, я когда продаю мясо от свиней, а я всегда тоже продаю, у меня никогда в жизни на мясе нет кости, потому что я срезал все, и все. А здесь и здесь кусок кости, и здесь. Сейчас я вам покажу, сколько кости по цене в 150 гривен. Вот так. То есть, как бы, все пытаются заработать, понимаете? Вот эта кость очень похожа на кусочки ребра, но это вот эти остистые отростки на позвоночнике, которые идут вверх. Кто немножко связан с медициной или ветеринарией, тот меня поймет. Сейчас даже попрошу Маринку его взвесить. Включи, пожалуйста, весы. Здесь тоже такая же кость. Маленькие? Нет, большие. Включи миску, поставь на них. Я сейчас тебе дам этот кусочек. Да ну, чтоб, типа, мне на камеру было видно. Это просто взвесь, я думаю, люди мне поверят. Вот так. Ну, я не супер, конечно, сильно обрезаю мяско с костей, но на самом деле это кость. Здесь тоже такой же точно кусок. То есть, мясо по 150 гривен, и здесь вот такой кусок. Давай, давай, это миска пластиковая. Тару нажми букву Т. Вот так. Купил кости. Это, конечно, на 400 грамм кости. Ну, она, конечно, там с мясом, но с костей там 300, если лучше обрезать, то будет нормально. Ну, вот так, чтобы вы понимали, я так не продаю. На вот таких двух небольших кусочках я получил 400 грамм кости по цене... Ну, помыть, давай быстрее. Сходишь, помоешь? Давай. Ну, я буду один резать, да? Вот этот, который пожирнее. Ну. Не, не будем. А? И тот заморозит. Давай, давай, я порежу весь. Оп, быстро. Да. Ну, а я пока с вами здесь. Погоду. Вот так. Сейчас я нарежу стейки. Кто не подписан на меня в инстаграм, ссылка будет под этим роликом, кому интересно, ребят. Сейчас мы будем завтракать. На завтрак у меня будут бутерброды с авокадо и красной рыбой на... Как он называется? На хлебце. То есть, как бы, рыбу нужно кушать, там много полезных жиров для организма, поэтому это не часто за 10 дней. Это будет второй раз у меня рыба. За 11. Или сколько я уже не ем? Короче, с прошлого воскресенья, сегодня четверг. 12 дней уже. 12 дней. И вот сейчас будем кушать бутерброд с красной рыбой. До этого, на той неделе, я кушал стейки с красной рыбой. Ну, получается, раз в неделю. А вот эти стейки мы замаринуем сейчас. Сейчас утро, потом съездим в Алкли, приедем и в обед. В обед, пока там буду делать какую-то себе нарезку на тарелку. Быстренько пожарится стейк на гриле. Очень быстро. 5-7 минут, и стейк готов. Стейк получается сочный и красивый прям. Ну, вы видели. И сегодня, сегодня в Инстаграме я сейчас... Ну, нужно, в общем, скриншоты поделать. Выставлю рецепт перца мариновано, который мне дала Елена. Можешь дать кулечек? Мы сейчас чуть-чуть... Вот, отрезаю стейки толщиной где-то полтора сантиметра. Тоненькие. Ну, не тоненькие и не толстые. Они получаются и прожаренные хорошо, и сочные. А вот это можно выкинуть. Оп. Давай. Ну, я замариную штук... Нас четверо. Четыре штучки таких и четыре штучки таких, да? И штук четыре останется на потом. Даже нож? А? Нет, нож не нужен. Мне вот этим удобно. Вот такие прям добротные кусочки мяса. Прям красиво. Они прожарятся, будут идеальные. Вообще, я вам покажу. Но это будет видно в Инстаграме в разрезе. Вот так. Вот такая красота. Все, четыре штучки. А эти так нарезанные заморозим. Когда те скушаем, то замаринуем следующее. Мариновка самая-самая обычная. Ничего не кладем лишнего. Хочется еще купить гималайскую вот эту соль розовую. Но хочется ее купить чистую, без приправ. У нас в супермаркете мы видели только с приправами. Нужно где-то ее отыскать. И вот сейчас я вам покажу разницу. Здесь немножко кусочек жирнее. Это подгорок. То есть, и здесь немножко светлого мяса. Видите? И немножечко темного. Этот не такой. Это вот чистенький такой. А здесь вот чуть-чуть по-другому. И вот так. Нас четыре человека. Я, Ванюшка, Светлана Николаевна и Маринка. И по одному стейку много овощей. Перчик мой любимый. Нужно, знаете, я говорил, что нужно его консервировать по сезону. Он тогда дешевле. Но я одну баночку уже съел. Осталась вторая. И, скорее всего, как только я ее буду доедать, мне срочно нужно будет... Я видел в супермаркете. Продается перец, бараний рог. И, в общем, я его тоже куплю. И, наверное, хотя бы пару баночек себе сделаю. Потому что он реально вкусный. Вот, видите, половинка. Вроде подборок. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, как этот кусок мяса называется. Это вот не ошейек и не вот этот по хребту. Как оно за карбонат? Вот это что-то между этим. Так, я запутался. Сколько их? Три. Еще один. И все. Получается, сейчас на обед зажарим на гриле по кусочку. Видите, этот более жирный. Во время похудения не так страшен жир и белок, как углеводы. И те углеводы, которые быстрые, понимаете, это мучное и сладкое. Поэтому жира не бойтесь. Конечно, в нем калорий больше, если вы считаете калорий, как я. Ну, а вы компенсируете это овощами, потому что в овощах калорий нет. То есть, в овощах калорийность отрицательная. Если правильно это все понимать, то, в общем, на сжигание, на переработку 100 грамм овощей у организма уходит больше калорий, чем есть в самих овощах. Потому что салаты там 20%, помидоры с огурцами тоже 16-17%. То есть, калорийность абсолютно маленькая. Все, получается, я нарезал. А вот это будет вот так напополам толстенькие пусть будут, да? А это будет уже на завтра там или на когда? Нет, на завтра будут вот эти. А эти будут заморожены, просто отправлены вот так уже нарезанными в морозильный лар. Видите, тут жирка побольше. Но я не вижу в этом вреда. Потому что жиры нужно кушать. Вот такие красивые кусочки. Все. Ну, а, в общем, мне пригодилась мисочка. На. Вот так. А соевый соус? Ну, а сюда, а сюда ничего такого особенного добавлять не надо. Соевый соус, по вашему желанию, сколько хотите, он вообще не лишний. То есть, когда вы кушаете стейк, его не чувствуется. То есть, вы чувствуете только вкус мяса. Соль у меня вот такая крупная, морская. Но хочется гималайскую, нужно найти. И добавлю вот паприку молотую. И черный перец горошком молотый. Черный перец горошком молотый. Черный перец молотый, не горошком. Вот так. И все. И налью соевого соуса. Так просто, чтобы немножечко... Не жалей, да? Он не мешает. Вот так. Хватит. А, ну, в общем, я вылил весь. Ну, я не знаю, здесь было, ну, грамм 50, может. Все. Как бы, вот так. Молотого перчика тоже по желанию. Мой ребенок, Ванюшка, любит. То есть, как бы, раньше не ел такого ничего. А сейчас перца себе добавляют больше, старше, что ли, становится. Вот так. Стоит контролер. Стоит контролер. А паприка закончилась, нужно тоже взять. Да, я вижу. Вот так. Вот. И соли тоже. Соди по вкусу. Как пожелаете нужным. Я думаю, так достаточно будет. Все. А теперь просто его вот так помакали. И оставили мариноваться. Сейчас 8.30, наверное, я не знаю. И мы приедем, может, в обед, может, в 2 часа с балаклея. Там у нас несколько встреч. И все. Быстренько нагрили. Овощей на тарелку накидали. И у меня тарелочка. Вы видели, кто подписан на меня в Инстаграм, видели, какая она у меня всегда яркая и красивая. Потому что диетическая еда, она не жирная. И хочется, чтобы было не только вкусно, но еще и красиво. А когда тарелка яркая, она у меня яркая. И перцы желтые, и помидорки красные, и салаты, миксы. Ну, я думаю, вы видели. И все. И еще вот этот мой вкусный перчик, который лежит прямо на стейке. Это, конечно, моя любовь. Вы меня уже ругаете, что я тяну и тяну, тяну с рецептом. Я обязательно сегодня в сториз у себя в Инстаграме его добавлю. Все. Вот и все маринование. Вот такие кусочки пахнут ароматно, пахнут соевым соусом и перчиком. Все, больше ничего не нужно. Стейки, они более сухие. И на гриле их нужно немножко, прям немножечко-немножечко жарить. Ничего сырого не остается внутри. Вот это супер медиум или как это? У них программа стоит. Я понял, когда сырое, мне не нравится. Ну и плюс, я думаю, что это больше для телятины подходит, когда внутри сыровастенькое, такое красное мясо. А для свининки не надо. По идее желательно кушать стейки говяжьи. Но мы не любим. То есть мы покупали вот только что мясо свиное на рынке. Вот здесь стояло говяжье. Но мы не решились. Но я не люблю говядину, не знаю почему. Может, конечно, мы бы к ней к вкусу привыкли. Даже не говядину, а телятину. Там видно было. Сидное ели. Да, видно. Знаете, когда продают мясо на рынке, то есть хоть свинину, хоть говядину, всегда есть голова. Вот на заднем фоне, если ее еще не купили. И видно, это взрослое животное, то есть говядина, или все-таки молоденькая, голова с небольшими рожками. Это телятину. Я же не думаю, что это выставочная у них голова. В общем, мы видели телятину, но так и не решили взять. Вот так. Все. Стейк замаринован. В обед будем кушать очень-очень вкусный стейк с овощами. И все. Меня ругают, что я кушаю мало углеводов. Но как раз на такой диете я сейчас и сижу на безуглеводной, как бы сушка. Я ем углеводы, но немножко. Каши там по 100 грамм. И в фруктах, в овощах есть тоже понемножку углеводов. Поэтому, давай куличек одену. Поэтому не надо меня судить, что я ем мало. Калорийность моих продуктов низкая. Не ем больше 1000 калорий в день. Но при этом чувствую себя отлично. Похудел на 2 или 3 килограмма уже. Чувствую себя круто. Но я думаю, что месяца через 2 вообще все будет идеально. Ну а пока. Всем хорошего дня. Всем приятного аппетита. Увидимся. До новых встреч.